Всех приветствую на канале Компьютерной Академии. В сегодняшнем видео 5 проверенных способов ускорить домашний Wi-Fi. В современном мире достаточно много людей предпочитают просматривать любые фильмы, а детям включать мультики на компьютере благодаря интернету. Также сейчас предоставляется возможность играть в различные онлайн игры, но большинство из них требует наличие скоростного интернета. Вот собственно на основе этого и возникает вопрос, как ускорить домашний Wi-Fi, если человек использует беспроводные устройства для доступа в интернет. Итак, поехали! Итак, давайте рассмотрим варианты, которые помогут улучшить скорость домашнего Wi-Fi. Наличие нормального скоростного интернета залог того, что будут сохранены ваши нервы. Да-да, именно так. Ведь достаточно много таких случаев, когда очень эмоционально реагируют люди, если в ответственный момент интернет либо отключится, либо настолько зависнет, что нет возможности завершить то или иное действие. В таких случаях достаточно много пользователей сразу начинает названивать провайдеру. Провайдер в этом случае, так сказать, начинает предлагать перестановить винду, заменить линию за наши деньги и так далее. Но изначально можно самостоятельно найти источник неполадок. В первую очередь, нам надо, первое что сделать, это проверить скорость передачи данных от провайдера к вашему компьютеру. Существует много различных специальных программ, найти их можно непосредственно во всемирной паутине. С чего мы начинаем с самой первой программы speedtest.net. Причина ненадлежащей работы интернета может быть много, но стоит рассмотреть несколько вариантов, способствующих значительно повысить его скорость. Основными из них являются, первое, как ни странно, ребятки, перезагрузка роутера. Это очень часто бывает, особенно в старых аппаратах слабеньких, как это банально не звучит, но порой обозначенное устройство просто требует перезагрузки, даже с учетом того, что некоторые из моделей могут это делать в автоматическом режиме. Второе, достаточно часто причиной зависания соединения с интернетом вызывает большое количество включенных приложений, поэтому следует осуществлять контроль относительно их запуска. Особое внимание стоит обратить на наличие торрент клиентов. Большинство из них могут включаться в автоматическом режиме. Это же касается ситуации, когда вместе со скачиванием игр можно насобирать различные дополнения и многогигабайтные обновления. Насчет торрент клиентов я вам особенно советую проверить настройки торрент клиента, ограничить скачиваемый или наоборот выкачиваемый трафик и так далее. Там все это дело есть. Торрент клиенты имеют русскоязычный перевод. Проблем в этом вопросе нет. Третье, подсоединение большого количества пользователей. Но это тоже надо за этим делом смотреть. Несмотря на то, что доступно использовать сеть нескольким пользователям одновременно, это может существенно повлиять на скорость передачи данных. Такая вот байда наблюдается особенно на халявных Wi-Fi, где-то в общественных местах, площади, вокзалы и так далее. Для таких случаев можно использовать дополнительное оборудование, которое позволит усилить передачу сигнала. Называется это он репитер. Но следует сказать, что приобретать обозначенное оборудование следует от того же производителя, что и сам роутер. Не будет возникать проблемы непонимания железяки железякой и так далее. Важное замечание от нашего канала. Есть возможность приобрести обновление роутера или его, например, поставить туда. Это очень хорошо. Его можно непосредственно скачать на официальном сайте производителя обозначенного устройства или на форумах. Полезнейшая вещь. Правильные прошивки довольно-таки очень хорошо и правильно работают. Идем далее. Четвертое. Это устранение помех. Довольно часто качество работы интернета снижается из-за наличия каких-либо помех. Создавать их могут привычные домашние бытовые устройства и другие электрические приборы. К примеру, это может быть мобильный телефон, микроволновая печь или CB-радиостанция. Буквально давеча на канале Отвертка, канал домашнего мастера, мы рассматривали этот вопрос, когда CB-радиостанция мешала работе Wi-Fi устройств. Вот как-то так. Идем далее. Следующее, пятое. Это перенастройка роутера на свободный канал. В большинстве устройств, которые предоставляют возможность использовать беспроводной интернет, имеется функция его настройки. В данном случае можно выбрать канал, который имеет более маленькую нагрузку или он свободен. Это правильное решение. Ну и по окончании нашего видео, важное замечание от нашего канала. Нужно сказать, что довольно частой причиной низкого качества интернет-соединения бывает неправильное размещение в квартире или в доме роутера. Дело в том, что помехи могут возникать из-за удаленности обозначенного оборудования от объекта использования интернета. К примеру, если роутер находится в одной комнате, а компьютер или ноутбук в другой. Как банально это не звучит, но обычная стенная перегородка может стать причиной плохого качества интернета. Поэтому требуется в этом случае произвести перестановку обозначенного устройства и найти наиболее оптимальное место в доме. Вот в моем положении, между прочим, скажу так сказать неосторожно, как раз вот роутер стоит в прихожей. Прихожая находится посередине моего житейского объекта. Кухня, зал и спальня полностью обеспечены сигналом Wi-Fi. И никаких проблем не возникает. Так что будьте здоровы и правильно настраивайте Wi-Fi. Это канал Компьютерная Академия и наш партнер сайт mobcompany.info Сайт о смартфонах и их производителях. Я думаю данная информация была вам полезна. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, с нами будет интересно.